Славься на, друзья мои, еще один сюжетик ворвается в нашу действительность. Мы с вами сейчас открываем тот самый холодильник, который спрятали по осени кое-что, смотрим для начала градусов, что мы видим, мы видим плюс один, и вот эта температура, а здесь дальше дальняя стенка, она морозит, вон она, так, она морозит, бывает, когда к ней еще не перелипает, даже замерзает, поэтому и под ней-то и было сделано это, плюс один, так, и мы достаем отсюда две банки, вот они, в одной из них, вспоминайте, сертификация была проведена нами, ох ты, я память не помню, но это было в середине зимы, и у нас есть сюжет, и целый фильм снятый под названием сертификация, фильм номер один, сертификация, фильм номер два, сертификация, фильм номер три. Ну-ка сейчас, если открыть банку, и что будет, второй открыть, и ничего, потеряя в одной сливы другой персики, открывать мы сейчас их полностью не будем, то есть высыпать ничего не будем, наша задача увести их в сад, и там в саду мы высыпем оттуда, посмотрим процент схожести, и вообще, взошли ли они, учитывая, что температура держалась на грани, на все время плюс один, теперь так, плюс один, плюс один, а, значит, я получил несколько десятков сообщений, те, кто выписывал у меня семена, и что там написано, у многих уже проклюнулись, у некоторых даже персики, даже фотографии прислали с персиками, которые в горшочках уже взошли, этого сезона, и сравним, почему, потому что, например, у Сергея Валерьевича Железова эти же самые сливы, хранились в погребе, он их уже высадил, а когда он их частично высадил, когда он их открывал, часть уже была раскрывшимися створками, с высунувшимися хвостиками, сравним погребное хранение, там более теплое, и вот это холодильник, где я обеспечил все время плюс один, без всяких колебаний, ну что, друзья, до встречи в саду. Я, значит, что получается, впереди большой обход на несколько часов, тем более, что все сейчас цветет, скоро увидите, а пока я все никак не могу закончить те небольшие темы, которые играют в большую роль повседневной жизни. Помните, мы трансировали с вами сливы и персики? Кусочек показал, достал с холодильника, плюс один градус, и для чего я это говорю вам? Я это вам, друзья мои, говорю, для того, чтобы вы поняли, что есть большая разница хранения погреба и хранения в холодильнике. Я сейчас предсказываю, что когда я эти две баночки покажу вам в натуре, высыплю, то окажется, что они или спят полностью, стабильная температура, плюс один все три месяца, у абрикосов и четыре месяца у слив, так? Примерно там, кто видел старификацию номер один в фильм, тот, там я всегда дату указываю, тот точнее скажет. А быстро, я еще раз говорю, два с полной месяца срок хранения абрикосов, четыре месяца слив, причем иногда угадаю, иногда нет, есть еще некоторые факторы. Например, температура погреба. Так вот, сейчас нет Сергея Валерьевича Железова, он в Красноярске увез туда большую партию саженцев. Я не могу показать, где у него это ведро, он же говорил, что сливы почти половина проклюнулись, и пора высаживать. А может быть, он в эти дни высадил. Он уехал, я приехал. Вот, но его слова застряли в голове, половина проклюнулись. Смотрим сюда, но меня больше интересуют персики. Все-таки персик, овощ, более экзотический. Начнем проверку с него. Дело в том, что несколько человек прислали фотографии, персики, которые были высланы им, мною, которые их сами застратифицировали. Так, причем я там называл срок 4-5 месяцев для них. Они у них проклюнулись, и уже показали фотографии с ростовочками, посажены, прикопаны. Чуть-чуть, так что уже потом они целиком, створки вылезли, ростки вылезли, все по железу. Высыпаю, смотрим, что получится. Высыпаю, высыпаю, высыпаю. Тут у меня должны быть персики. Вот, причем это персик Бродский. Я надеюсь, что они еще не проклюнулись. Смотрим сюда. Тут надо будет какое-то время, чтобы мне... Так, спят, спит, спит. Спит, спит, спит. Ага, не проснулись. Теперь мы с вами не расстаемся. Они будут высажены сегодня-завтра. Так, и процент схожисти мы узнаем позже. Так, итак, с персиками мы разобрались. Теперь нам нужно разобраться со сливами. Слива тоже должна быть спать. Все раз говорю, идеально я обеспечил нормальное хранение. Такого, как бы сказать. Так. Во что же мне высыпать-то? А, есть во что. Есть во что. Вот. И они, по идее, должны спать или только начинать просыпание. В отличие от тех, которые хранились в погребе. Я все равно немножко волнуюсь. Мне интересно, что тут получилось. Мои, оправдаются мои или не оправдаются? Смотрим. Сейчас я... Вы не увидите. Я увижу. Если почувствия будут, я вам покажу. Спят, спят, спят. Потом они будут сосчитаны, посаживаны отдельной грядкой. И мы будем продолжать наблюдение. Мы будем продолжать наблюдение. Интересно, что... Вот про персики я сказал. То персики-то я успел высылать сухими. Их не так много было. А слива я высылал сухими, а потом мокрыми. То есть вот так же в песке, слегка сыром. Видите, какой песок должен быть? Смотрите. Вот это даже примерно можно представить. Вот такой должен быть. Не изгноит и не высушит. Поэтому вы можете представить себе, как он выглядит. Даже так понятно. Теперь, многих... Я уже сейчас закончил, закончилась эта у меня рассылка отрицированных семян. Сливы я срицировал где-то в январе, в декабре-январе. И припошли письма. Две из десяти проклянулось. Одна из десяти. А когда я вот сейчас последняя, нераскупленная, ну или там отложил, от заказа отказались, я начал их сам вскрывать. Там было по пять, даже по восемь уже переросших негодно. То есть поняли, да? Как так получилось? А я не мог такое обеспечить надежное хранение, как вот этим, плюс один. Не мог. Потому что холодильник из холодильника. Центр холодильника, ближний край, выше, ниже. Там уже теплее намного. Вот это надо знать. Поэтому я противник того, да, пожалуйста, храните пять-шесть месяцев согласно литературе, так сказать, официальной. Но сделайте вот как у меня. Вот именно вот эти банки были плюс один. Вот они все спят. Ну вот, со странификацией пока все. 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 Продолжение следует...